Перед тем, как мы начнем. Еще не у всех. Катон Карагайский, ГНПП, у вас включен микрофон, пожалуйста. Одну гость, у вас микрофон. Включаю презентацию. Так, уважаемые друзья, еще раз всех приветствую на онлайн-площадке Казахстанской туристской ассоциации. Традиционно в начале туристского сезона мы встречаемся, говорим на различные темы, связанные с развитием туризма. Сегодня с нами наши замечательные партнеры, коллеги, друзья, Республиканская ассоциация Табигат, которые выступят с интереснейшей, на мой взгляд, темой, с презентацией на тему развития устойчивого конного туризма в Жангарском Алатау. Спикеры презентуют проект по сохранению биоразнообразия и развитию устойчивого туризма. Презентуют практические кейсы по организации устойчивых туров, инфраструктуре и разработанных конных туров. Рада представить сегодняшних спикеров. Это Кажем Джумалиев, президент ассоциации Табигат, Андрей Кулагин, руководитель проекта. Я вижу уже на экране презентацию, поэтому не будем затягивать приветствия. Коллеги, слово вам, Кажем, пожалуйста. Коллеги, здравствуйте, рад всех приветствовать на нашей презентации. Немножко, наверное, пару слов о том, что мы за организация. Я вижу, здесь у нас подключились коллеги из национальных парков, со многими мы знакомы. Мы представители туристической отрасли, тоже мы с ними, в принципе, сотрудничаем по разным направлениям. Немножко, пару слов о Республиканской ассоциации общественных объединений Табигат. За что отвечают или какие цели стоят перед нашей ассоциацией? Это развитие устойчивого природа пользования, во-первых. Мы защищаем права и интересы охотничьих хозяйств Республики Казахстана и охотников. И внедрение новых подходов в сохранении и рациональном использовании животных ресурсов, дичеразведения. Если говорить о реализованных кейсах и наших таких маленьких победах, мы, наверное, стали одной из первых в новейшей истории Казахстана организаций, которые реализовали проект успешно по полувольному разведению бухгарских оленей. Напомню, что данный олень является одним из самых редких в мире. В общем, популяция около нескольких тысяч голов. И, в общем, мы горды тем, что наряду с теми природными очагами биоразнообразия, которые есть в других странах, Казахстан смог сохранить этот редкий подвид оленей. И я вам хочу сказать, что 80% на сегодняшний день оленей содержится и сохранено именно в охотничьих хозяйствах. Во-первых. Во-вторых, мы в соответствии с действующим законодательством реализуем процесс обучения охотников охотничьему минимуму. То есть это определенный комплекс знаний, необходимый для того, чтобы охотники знали, понимали природу и не допускали никаких нарушений. И к нами реализован проект и работает электронный портал для обучения охотников единственного в Казахстане. То есть любой охотник из любого региона может онлайн подключиться к нашему порталу, пройти обучение, ну и потом впоследствии сдать охотничий минимум для того, чтобы получить охотничий билет. То есть уровень качества знаний, естественно, гораздо выше, когда человек получает качественные лекции и так далее. Значит, в своей общественной деятельности я являюсь действующим членом Общественного совета Министерства экологии и геологии природных ресурсов. Значит, мы дошли до того, чтобы создать партию. В прошлом году нам удалось с коллегами создать зеленую партию Байта, то есть целая политическая сила. И мы, в общем-то, стартовали в этих выборах. В Мажорист, к сожалению, не прошли, но зато восьми регионах попали в Масликат, что тоже неплохо, потому что, в общем-то, цели, которые мы преследуем, это устойчивое развитие Казахстана во всех сферах жизни. Ну и главный вопрос, по которому мы сегодня все сегодня собрались, это развитие экологических видов туризма, или, правильно говорят, устойчивого туризма. Мы, значит, в связи с тем, что всегда занимались вопросами охотничьего хозяйства, были тесно связаны с тем, чтобы увеличить доходную часть охотничьих хозяйств, потому что, ну, многие не знают, но на самом деле, по большому счету, охотничий сезон очень небольшой, буквально пару месяцев в году. В то же время охотничьих хозяйств создают определенную инфраструктуру, инвестируют средства в какие-то хижины, значит, инвестируют средства в егерей, которые круглый год получают заработную плату, есть подготовленные кони для сезона, есть какая-то инфраструктура, автомобили и так далее. И всегда была мысль о том, чтобы задействовать все эти возможности вне охотничьих сезона. И, в общем, мы пошли по нескольким направлениям. Одно из этих направлений – это развитие зимой горнолыжного туризма. Но сегодня я вам об этом рассказывать не буду. Я вам скажу, что, кстати, это успешный опыт. И уже не первый год к нам приезжают иностранцы в наше охотничьих хозяйства и используют хижины, в которых живут, для того, чтобы кататься на лыжах. Это так называемые дисциплины фрирайд и скиту. То есть это когда люди сами своим пешком идут, поднимаются и потом скатываются на диких склонах. Это одна история. Другая история, естественно, конный туризм. То есть он вообще на поверхности для Казахстана, я считаю, должен быть, потому что все-таки, как ни поверней, Казахстан на сегодняшний день – это страна великой степи и крупнейший наследник кочевой цивилизации. То есть ни Монголия, ни Кыргызстан, ни Узбекистан. Ну, никто не может с нами сравниваться по размерам, по количеству людей, которые здесь проживают именно в таких условиях. Поэтому конный туризм мог бы стать для Казахстана на самом деле локомотивом развития туристской отрасли, потому что на самом деле у нас все для этого есть. То есть у нас есть люди, которые знают и понимают лошадей, у нас есть исторический опыт, связанный с эксплуатацией и всевозможными путешествиями, связанными с этим. Мы намады, поэтому это наше все. Казахстан, к сожалению, не может поквастаться гигантским колоссальным количеством туристических достопримечательностей с профессионалами, туристами или туроператорами, с которыми мы общаемся. С специалистами всегда речь заходит о том, что, ну да, у нас есть хантенгри, который интересует, допустим, какое-то ограниченное количество администров, есть белуха, тоже самая высокая гора в регионе. Но по большому счету вот такого глобального чего-то у нас, к сожалению, нет. Единственное, что мы можем на самом деле предложить людям, которые приезжают к нам в качестве какого-то элемента национальной идентификации и культуры, это наша, во-первых, природа, а во-вторых, наша кочевая культура. Немножко о мировом опыте. На сегодняшний день, в общем-то, комный туризм весьма активно развивается во многих странах мира. Мы в качестве примера выбрали Кыргызстан и Монголию, потому что они находятся совсем рядом с нами. Это две страны, в которых наиболее развит этот вид туризма. Я вам скажу, что, допустим, особенно сильно развит, конечно, в Монголии, потому что монголы раньше начали использовать свою вот эту вот идентичность намадскую для того, чтобы привлекать туристов со всего мира. Десятки, сотни туристов приезжают в каждый из лагерей. Мы тоже путешествовали по этим лагерям. Огромное количество, там даже в Монголии есть специальные соревнования, там тысячу километров нужно проехать на лошади, то есть для намадов. Причем люди приезжают со всего мира, тысячи человек. Ну и так далее. Кыргызстан тоже опережает нас по развитию конного туризма, потому что, в отличие от Казахстана, все-таки они всегда были сфокусированы на своем национальном и занимались с первых лет обрекения независимости, популяризации конных видов туризма. Популярен конный туризм в других странах, США, Аргентине, Южной Корее, России. В частности, я в свое время для того, чтобы понять, как все это структурировано и организовано, имел два конных путешествия. Одно в Аргентине в потоконии, неделю мы по горам шли, и второе в Новой Зеландии на Южном острове. Мы считаем, что объем потенциальных туристов, связанных, которые именно фокусированы на конном туризме, это не менее 5-6 миллионов человек по всему миру. И Казахстан для них, естественно, это терра инкогнито, потому что единственная, насколько мне известно, организация более или менее системно занимающаяся въездным конным туризмом, это наша ассоциация и несколько охотничьих хозяйств, в рамках которой эти конные дуры осуществлялись. Пожалуйста, следующий слой. Значит, немножко базы о том, что же такое конный туризм и какие виды конного туризма есть. То есть конные прогулки на несколько часов – это наиболее популярный вид туризма. Ну, и я скажу, что в Алмакинской области есть отличный реализованный кейс – это Кульсайские озера. Вы знаете, что все, кто находится в рамках, ну, все, кто имел опыт общения с Кульсайскими озерами, путешествовал там, видели, обращали внимание, что местное население очень активно развивает этот вид туризма. То есть это прогулка на несколько часов, но в частности наиболее популярная – это прогулка от первого до второго озера и назад. Значит, далее – туры выходного дня. То есть одна-две ночевки – это непродолжительные на выходные и рассчитанные, как правило, такие туры на людей, экспатов, которые живут в Казахстане и граждан Казахстана, которые живут у нас в Казахстане. Вот этот вид туризма очень активно мы эксплуатируем последние несколько лет. И в рамках наших нескольких зон подготовленных есть у нас лагеря, которые дают возможность нам подобную туру проводить. Ну и третий вид – это многодневный экспедиционный туризм, который тоже развит, и есть на него запрос. То есть есть люди, которые специально путешествуют по миру для того, чтобы найти такую 5-6-7-8-дневную экспедицию на лошадях. Значит, в свое время, в 2019 году, при поддержке «Казахтуризм» наша компания проводила экспедицию в Казахстан, которая подходила на территории Алма-Атинского заказника и Леволтаусского национального парка. Тогда, значит, мы привезли, национальная компания привезла блогеров со всего мира, и, соответственно, 10 дней из 25 человек путешествовало по красивым местам. Мы начинали там с Тургеня и закончилось все на Кольсай-Кольдерик. То есть два национальных парка, один заказник были задействованы. Я скажу так, что это был очень правильный и положительный опыт, потому что буквально сразу же в этом же году за счет того, что была активность блогерская, начали поступать заявки от иностранных граждан, от казахстанских граждан, и мы начали, значит, по нескольким направлениям развивать, значит, конные экспедиции, конный туризм в Алма-Атинской области. Тут хочется отметить, что запросы бывают разные, и, соответственно, сложность туров и их, так сказать, составляющие, они бывают разные. То есть у нас, допустим, был обязательный тур для того, чтобы туристы хотели, допустим, участвовать в Байге, то есть участвовать в каких-то национальных соревнованиях или Кок-Пар, то есть мы специально в Уйбургском районе организовывали для ребят, которые там приехали из Канады, Кок-Пар, да, то есть они даже там какое-то небольшое участие принимали. То есть, в общем, сегодня еду айта. Следующий слайд, пожалуйста. Так, теперь непосредственно о тех конных турах, которые уже проводятся в нашей организации. Как я уже говорил, у нас есть несколько участков, где мы довольно успешно в последние годы проводим эти самые конные туры. Это Хитмейский хребет, Уйбургский район, охотничья территория охотничьего хозяйства. Как я уже говорил, изначально наша цель была подготовить такой туристический продукт, который бы позволил охотничьему хозяйству вне сезона зарабатывать какие-то дополнительные средства. Я скажу так, что доходы от устойчивого туризма, конного и горнолыжного, в частности, в этом охотничьем хозяйстве Дородонты, они сопоставимы с доходом от реализации животных. То есть, таким образом мы можем снизить нагрузку на животные. Во-первых. Во-вторых, естественно, вовлекаются местные общины. Это тоже очень важно. То есть, у людей появляется понимание устойчивого природопользования. И в Китмине мы проводим аттитулы уже, получается, пять лет подряд. Как правило, проходят они в летний период, но иногда захватывают и в весну, и в осень. Следующий карат. Верховье Тургене, урочище Ботан, это территория Еле-Олтаусского национального парка, у нас там есть этно-ултумар, который мы создали как раз в год пандемии для того, чтобы у граждан Казахстана появилась возможность куда-то выезжать. Там, в Ботане, у нас тоже развита инфраструктура специальная под конные виды туризма. И ежегодно, каждое лето, этот лагерь функционирует и организует конные прогулки как в направлении Плато Осы, так и Кайратский водопад и другие достопримечательные которые есть. Дом Жалява и так далее. Ну и Джунгарский Латау. Джунгарский Латау, это территория инкогнито, я считаю, что не только для Казахстана, но и для всего мира. Малоизученный и практически непосещаемый край. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, конечно, устойчивый туризм там нужно развивать. В свое время мы инвестировали средства в строительство гостевой хижины на территории национального парка и очень плотно мы сотрудничаем с нас с парком по вопросам развития экологических видов туризма. Поэтому на Джунгаре тут деталей останавливаться не буду, поскольку отдельный блок у нас будет большой по джунгарскому латау. Теперь следующие вопросы связаны, так сказать, с базой. То есть, каким образом осуществляется ценообразование, от чего оно зависит? Ну, естественно, от размера группы, потому что каждая группа подразумевает под собой как минимум двух сопровождающих. То есть, это гид и каневод. Ну, мы работаем над тем, чтобы местные жители из каневодов превращались в гидов и такой положительный опыт имеется. То есть, за счет этого можно снизить определенным образом нагрузку. С одной стороны. С другой стороны, чем больше людей, то есть, если их больше, я имею в виду туристов, больше, чем 5-6 человек, возникает вопрос о необходимости дополнительного карьевода, который будет помогать с лошадями, потому что они не справляются, повара и так далее. Поэтому вот такая вот биограмма по стоимости имеет форму параболы. Далее. Цена напрямую зависит, естественно, от уровня комфорта. То есть, одно дело, палаточное проживание, проживание в пятизвездочной гостинице или условиях пятизвездочной гостиницы, там, не знаю, вертолеты, такое тоже, кстати, бывает. Продолжительность тура. Естественно, чем тур более продолжителен, тем стоимость его становится ниже. Ну и существенную добавочную стоимость добавляет дальность трансфера. Русский язык покинул меня. Естественно, чем дальше, тем стоимость выше. Всегда возникает вопрос, касающийся техники безопасности и обучения. Потому что многие граждане, ну, по крайней мере, здесь живущие, потому что те иностранцы, кто приезжают с целью конных труб, как правило, они хорошие наездники. Так вот, местные граждане иногда интересуются вопросом, связанным с безопасностью. Ну, естественно, есть у нас теоретический материал, написаны соответствующие статьи, снятые соответствующие ролики на YouTube. Это, во-первых, во-вторых, значит, проводятся тренировочные выезды, ну и есть определенные рекомендации по экипировке и средствам безопасности. То есть, поэтому, когда каждый из вас будет думать о том, чтобы создать такую комнату в своем регионе, наша сегодняшняя цель – донести до вас информацию о том, что чрезвычайно это было бы важно и необходимо для вас, для того, чтобы местное население было увлечено в устойчивое природопользование. Необходимо помнить об этих вопросах, о том, что вы должны подумать о средствах пассивной безопасности, которые вы будете выдавать туристам в процессе конных туров. Что значит работа, связанная с подготовкой конных туров? Из каких этапов она состоит? Ну, естественно, первое – это прокладка и трассировка маршрутов. В свое время мы очень большую исследовательскую работу провели. И вот в прошлый год весь на Джунгарском Алтау проходил в том, что мы ходили и пробивали третьи тропы. Существуют исторически положенные тропы, их довольно много, и они, кстати, в принципе, в неплохом состоянии сохранились, дошли до наших, нет, так называемых кочевые животноводческие тропы. Поэтому обычно мы привязываемся к этим маршрутам. Это во-первых. Во-вторых, естественно, на маршрутах нужно определить наиболее сложные места, которые необходимо обходить, где-то спешиваться с туристами, определить места расположения бивачных стоянок и так далее. Далее, следующий этап – это строительство инфраструктурных объектов, гостевых домов или каких-то убежищ. То есть в свое время мы тоже методом, так сказать, проб и ошибок определили, что наиболее оптимально все-таки для неподготовленного туриста конника – это маршрут, на котором одна ночевка в палатке, в палаточном лагере будет перемежаться с одной ночевкой в каком-то гостевом доме или хижине, потому что все-таки человек хочет отдохнуть, принять баню, какие-то более или менее цивилизованные условия попасть. Поэтому все наши маршруты, они проложены как раз таким образом, чтобы у туриста была возможность окунуться в лоно природы в палаточном лагере, а потом попасть в какие-то более или менее цивилизованные условия. Ну и третий момент – это, конечно, подготовка лошадей и конной амуниции. Вот кажется, что это самый простой вопрос, но на самом деле это самый сложный вопрос, потому что лошади для конных экспедиций в горах они имеют определенные требования, определенные к ним квалификации прилагаются. И мы пошли даже до того, чтобы создать собственный воспроизводственный участок. То есть у нас в Уйгурском районе есть небольшая фирма, которая занимается производством лошадей под седло специально для горных условий. И несмотря на то, что лошадей кажется очень много, и, кстати говоря, лошадь, по-моему, одна из единственных породов сельскохозяйственных животных, численность которых выше сейчас, чем, допустим, в 90-е годы, то есть в Советском Союзе. Но тем не менее, вот приехать в какой-то населенный пункт и найти, допустим, 5-6 лошадей готовых под седлом, которые можно на несколько дней забрать, практически невозможно. То есть у каждого чабана есть лошадь, на подворье даже, может быть, две лошади, но он их эксплуатирует, гадать не может. Поэтому вопрос, связанный с подготовкой лошадей, с тем, чтобы они имели особенный темперамент, особенно выносливость, это тоже большой вопрос, которым тоже нужно внимательно заниматься. Я знаю, что тут многое смотрю, руководители национальных парков участвовали, я помню, еще в 2017 году у меня была экспедиция по Сарьаму Гамскому национальному парку. Вот я помню, что у них были прекрасно подготовлены лошади и собственный штат коневодов, и там под сотню лошадей, это классно. Следующий штат. Вот, собственно, то, что мы хотели рассказать, так сказать, в базе о основах конного туризма. Вторая часть доклада будет посвящена совершенно конкретной территории, на которой в данный момент реализуется проект по развитию устойчивого туризма. Это Життесуйская область, Джунгарский Латава, так еще и называют. Значит, этот грант реализует ассоциация Табигат при поддержке Всемирного фонда Дикой природы и Международного фонда ЦЭП, за что им отдельное большое спасибо. Сейчас мы небольшую буквально вам видеопрезентацию включим, видеоролик, для того, чтобы показать красоту этих мест, потому что я уверен, что 99% из участвующих в сегодняшнем зуме там никогда не были. Будут проблемы небольшие с видео, то есть зум, к сожалению, не позволяет качественно очень вам показывать видео, оно будет немножко с такой задержкой легкой, но тем не менее, общее представление даст. Помимо этого, мы сейчас в комменты отправим ссылку на YouTube, для того, чтобы вы смогли на YouTube потом, если кто-то заинтересуется, в более высоком качестве посмотреть. Так что сейчас минута на то, чтобы посмотреть ролик, и я продолжу. Есть? Звука нет, коллеги? Звука нет, коллеги? Звука нет, коллеги, 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 Продолжение следует... Так, небольшая видеопрезентация. Надеюсь, что вы какое-то общее представление сложить смогли, потому что на самом деле Zoom, как я уже говорил, не дает возможностей демонстрации видео высокого разрешения, поэтому мы сейчас в чат отправим ссылку на YouTube для того, чтобы каждый из вас смог ее посмотреть и в свободное время подобрать. Значит, сейчас у нас отправка происходит как раз с этого видео, с головного компьютера, и мы продолжим. Значит, о чем речь? Речь идет о том, что наша ассоциация вышла с инициативой по поводу развития устойчивого туризма... У тебя перескочил... Джунградском Алатау, сейчас называется Житый Суйский Алатау. Нас поддержал партнерский фонд сохранения ключевых территорий в биоразнообразии и Всемирный фонд дикой природы. Выделили нам град, соответствующий грант. Это первый такой проект, потому что он, в общем-то, объединяет интересы совершенно разных организаций, потому что территория, я на следующем плане вам покажу, территория проекта охватывает несколько национальных, один национальный парк, несколько заказников, несколько территорий охотничьих хозяйств, да, то есть земли резерва. То есть получается, это очень разрозненная территория по землепользованию, среди землепользователей, но объединенные общей идеей, да, то есть, естественно, когда мы проводили согласование, мы, значит, получили поддержку и национального парка, и лесхозов, и местных акиматов, и охотничьих хозяйств для того, чтобы все это шло в рамках единой концепции. Следующий человек. Ну, как я уже говорил, основная цель – это создать предпосылки для устойчивого природа пользования местными общинами, то есть вовлечь местное население в развитие экологических видов туризма. Это самое главное. Значит, что мы для этого делаем? Там целый огромный фронт работ выполнен, я сейчас, конечно, не буду сейчас все это вам пересказывать, но коротко скажу, что, в общем, в конце этого пути мы должны получить подготовленных гидов и коневодов в этом регионе, которые будут собраны в один WhatsApp-чат, который будет в открытом доступе и даст возможность любой туристической компании связаться с этими людьми и договориться о проведении соответствующего конного тура по одному из маршрутов, которые мы проложили и создали. То есть есть определенный туристический продукт, о котором я вам расскажу чуть позже. Это очень важно с точки зрения целостности экосистемы, экосистемного подхода, то есть местные люди должны понимать необходимость устойчивости использования окружающих природных ресурсов. Немножко о территории. Как я уже говорил, да, то есть она охватывает южную часть Жунгарского и Житусульского латал, включает в себя территорию национального парка. Вот большая благодарность за поддержку руководителя, директора парка, он тоже у нас здесь на зум-конференции присутствует. В общем, Наспарк нас по всем вопросам поддержал. И мы используем проложенные в национальном парке туристические маршруты для как раз того, чтобы частично наши конные тура проходили по этим маршрутам. Как я уже сказал, помогают нам охотничьи хозяйства, потому что они тоже заинтересанты. На их территории расположены гостевые тижины, которые, получается, они могут давать в аренду вне сезона охотничьего. Плюс, помимо всего прочего, они задействуют своих егерей, проводников, гидов, которые тоже, соответственно, получают дополнительный доход, что позитивно сказывается на устойчивости всей этой модели. Вот. И, собственно, продолжаем дальше. Если говорить о биоразнообразии региона, то именно оно очень большое, очень богатое, да, то есть огромное количество видов животных, млекопитающих, птиц, присмыкающихся, обитает на этой территории, в том числе и очень редких, краснокнижных. Все фотографии, все видео, это все, естественно, снято, собственно, нами. Я вам скажу так, что сам я вернулся неделю назад оттуда из экспедиции. Мы проводили, значит, изучение одного участка. Ну, там есть определенная система по научным исследованиям. Проводили изучение одного горного участка. И у нас было 23 фотоловушки, которые мы меняли батарейки, там, флешки и так далее. Так вот, на 20 из них были зафиксированы снежные барсы, да, то есть в данный момент эти данные обрабатываются институтом зоологии, да, то есть это, ну, я не знаю, там такое количество диких кошек. Наверное, это будет территорией самой высокой плотностью этих животных на территории Казахстана, я надеюсь, по крайней мере, на это. То есть все это говорит о том, что вся эта экосистема стабильна, да, животные ресурсы процветают, вот, ну, и наша задача, так сказать, сделать эту модель еще более устойчивой. Далее, ландшафты. Ландшафты тоже одно из самых потрясающих мест на карте Казахстана и, как я уже говорил, не изучено практически туристическими компаниями от слова совсем, да, то есть это вот некоторые виды, то есть там есть уникальные озера, причем системы озер, причем как высокогорные, моренные, так и находящиеся на более низком еловом поясе. Вот, интересно природа, красиво в любой период времени, и весной, и летом, и осенью, и поэтому здесь вот тоже мы фотографии из разных временных циклов сюда выкладываем. Значит, проживание, размещение, как я уже говорил, у нас есть, получается, несколько гостевых домов, которые расположены на территории, один на территории национального парка и два гостевых дома на территории охотничьих хозяйств, да, то есть получается, они объединены в такое кольцо, да, туристическое. Между ними находятся вот такие вот укрытия, да, то есть беседки, мы их называем, то есть когда сильно не походу, можно палатку установить прямо внутри этой беседки или там разместиться на ночлег. Ну и, естественно, это классическое палаточное размещение, которое тоже придает определенного колорита всему путешествию. Вот это уже, собственно, туристический продукт. Их, этих туров, может быть, какое угодно количество, да, но мы вот сейчас сфокусируемся и рассказываем вам о двух наиболее, по-нашему, интересных. Это затерянный мир Джунгарии, долины реки Атапкан, это территория национального парка. Как я уже говорил, здесь установлен и построен несколько лет назад гостевой дом для туристических целей. В общем-то, это направление уже не первый год работает, и ежегодно мы привозим туда как граждан Казахстана, так и иностранцев в целях туризма. В чем примечательность этого места? Особенно оно красиво и интересно в осенний период, потому что здесь идет массовый, так называемый, гон морала. И у нас даже есть такой специальный тур, называется Дзунгарская рапсодия. Смысл заключается в том, что туристы, которые приезжают, они становятся свидетелями вот этого брачного сезона у моралов. Моралов – это самый крупный благородный олиг в мире. На подробности останавливаться не буду, потому что я думаю, что контакты все наши здесь будут опубликованы. Все, кто заинтересован, обращайтесь, потому что мы специально подготовим блог для всех туристических компаний. Фотографии высокого разрешения, какие-то видеонарезки для того, чтобы вы могли использовать у себя на своих сайтах, на своих пабликах и так далее. И какое-то понимание по организации туров, ценообразованию и так далее. Это вот уже непосредственно расписание туров. Еще раз говорю, что это мы для примера сделали, то есть какой тур может быть. Наша генеральная задача – добиться, чтобы как можно больше туристических компаний заинтересовалось экологическим туризмом в этом регионе. И как следствие, все это нашло отражение в ваших собственных турах и программах. Значит, второе направление – это система озер Ушколь. Мы его назвали «Затерянный мир», «Незавидные озера Джунгарии». Он находится на территории заказника, эти озера находятся. Вот, значит, недалеко на территории охотничьего хозяйства есть гостевая хижина и очень красивые пейзажные места. Я считаю, что, наверное, это самое красивое место, я имею в виду, по природе на территории Казахстана, потому что почти везде я был и скажу, что много что видел, и я думаю, что, наверное, это одно из наиболее интересных мест с точки зрения ландшафта. То есть горы, лес, озера – потрясающе. Ну и вот эта вот самая наша высокогорная гостевая хижина, она находится почти на высоте 2800 метров, и мы называем ее хижина с видом на миллион долларов. Это действительно так, потому что утром, когда вы открываете окно, да, вы находитесь на верхней точке циклурного плато, под вами там уходят в разные стороны две долины, двух рек. Вот, это, конечно, совершенно потрясающе. Значит, очень высокая численность здесь животных, настолько высокая, что даже неподготовленный турист, ну, при наших, условно говоря, гидах, естественно, смогут этих животных зафиксировать, поизучать, посмотреть моралов, козерогов, уларов, сурков, ну, и иногда попадаются более редкие виды животных, такие как медведи и так далее. Поэтому это место очень интересно. Плюс его заключается в том, что к нему есть две формы подхода, то есть по дороге, ну, на машинах повышенной проходимости и на лошадях. Ну, и опять тут расписание туров. Теперь, значит, что хотелось сказать, что вот этот вот проект по этому гранту у нас, ну, выходит на финальную, так сказать, финишную прямую, и мы, в общем-то, в этом году должны провести инфотур, да, то есть инфотур для представителей туристических компаний, то есть которые захотят попробовать себя и поразвивать этот вид туризма, конный вид туризма. Инфотур будет проходить в конце мая, начало и дуни, дополнительно мы сообщим. Вот, и мы, в общем, готовы за собственный счет провести этот инфотур. Ну, максимальное количество участников, я имею в виду, приглашенных людей, это пять человек, да, потому что все-таки конный тур – это такой не супер масс-сегмент, да. Вот, поэтому все желающие, пожалуйста, пишите вот в чат заявки, сейчас Андрей напишет в чат свои контакты и так далее, как Андрей, это руководитель нашего проекта, для того, чтобы вы могли связываться. То есть, о чем и речь. Речь идет о том, чтобы вы в мае выделили 3-4 дня для того, чтобы приехать в этот регион и самостоятельно составили такой конной экспедиции, пройти этот маршрут, для того, чтобы насладиться красотой, оценить, так сказать, все богатство нашего Казахстана, ну и потом у каждого из вас появятся какие-то мысли и идеи по поводу создания собственных туристических продуктов, или, может быть, вы будете использовать уже готовые. Вот, поэтому welcome, добро пожаловать. Ну вот, собственно, друзья, и все. Я старался максимально, коротко, за 40 минут, мне дали вот такой тайминг, 40 минут я выдержал, поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы. Я думаю, что тут вопросы должны быть, потому что есть представители. Так, вот уже тут в чат пошли какие-то дополнительные вопросы. Алина, модерируйте, давайте, вы же у нас высокий специалист по этим вопросам. Друзья, задаем вопросы. Спасибо, Кажем, за вашу потрясающую презентацию. Конечно, такие вы нам показали фото и видеоматериалы шикарнейшие. Захотелось обязательно посетить этот регион. Коллеги, пожалуйста, у кого есть вопросы, в порядке очереди можно писать в чат, можно поднимать руку, включать свой микрофон, задавать вопросы. Пожалуйста. Ну, пока коллеги думают, давайте я первый вопрос задам. Может быть, я, Кажем, упустила, но хотелось бы еще раз уточнить, именно коммерческие продажи этого тура когда планируются? Да, значит, коммерческие продажи уже осуществляются. То есть, на самом деле, все эти тура, о которых я вам рассказывал, и Тургейское направление, и Ульгурское направление, Китмейского хребта, Ульгурский район, они уже осуществляются. Джунгарское направление тоже мы проводили ежегодно 2-3 экспедиции минимум. Сейчас задача в том, чтобы сделать это более массовым, то есть, чтобы не только мы занимались организацией подобных туров, но и другие туроператоры с местными жителями коммуницировать. Потому что с вашей ассоциацией совместно мы провели это зимой обучение по вопросу, связанному с обустройством домов, гостеприимства, подготовка питания для туристов и так далее. Вот в свое время, я помню, подобную работу вы проводили на Кульсальских озерах, в Саты, и я помню, очень много скепсиса было по поводу того, что сможет ли местное население справиться и организовывать подобный вид туризма. Но в итоге мы сейчас видим, что там все пышет и процветает. То есть, Саты стал такой местной туристической дестинацией, очень массовой, очень мощной. И очень много местных ребят включились в развитие устойчивого туризма. Это классно. Поэтому мы надеемся, что и тут такое же будет развитие. Потому что, видите, все-таки там же еще близость Алла-Коля. То есть, на Алла-Коле огромное количество сейчас туристических пансионатов. Вот человек приезжает, вот я помню, в советское время, кто ездил на Иссык-Поль. Вот мы все приезжали на Иссык-Поль, там, ну, лежишь там на море один день, два дня, три дня, а потом идешь, и там около столовой висит плакат, да, поездка Григорьевское ущелье, Семеновское ущелье, да. И идешь, записываешься в группу, и тебя вывозят в город. То же самое должно и здесь случиться. То есть, поэтому мы этот вопрос и подняли. То есть, человек приехал отдыхать на море, но он там неделю с ума сойдет просто лежать на пляже. Поэтому при, так сказать, грамотной коммуникации можно на полдня выехать, можно на день выехать, можно с одной ночевкой выехать. То есть, выехать с моря в горы, да, то есть, где не просто красиво, то есть, там фантастические по красоте места, лучшие в Казахстане. Поэтому мы надеемся, что те, кто занимается и Алла-Колем, они тоже подключатся, потому что для их туристов, тем, кому они продают эти туры, это тоже такая, как говорится, лазейка, выход, возможность, как бы, свою привлекательность увеличить, своего туристического продукта. Так что все работает, можно обращаться. Супер. А скажите, пожалуйста, вот вы в местах размещения, которые на Алла-Коле, как-то, не знаю, оставляете ли буклетики или какие-то визиточки? Ну, у нас же, видите, все идет по плану, да, то есть, у нас есть четкий план, согласованный с нашими гранатодателями. В соответствии с этим планом, после того, как мы разработаем туристический продукт, проведем презентацию для туроператоров, представителей национальных парков, мы эту информацию будем дальше передавать уже непосредственно там, на Алла-Коле. в пансионат, да, то есть, у нас запланирован на апрель выезд на эту территорию, для того, чтобы встретиться со всеми руководителями этих пансионатов, ну, и соответствующие данные нужны, там, какие-то рекламные модули и так далее. То есть, эта работа у нас на апрель месяц стоит в плане. Вот поэтому это, да, тоже предусмотрено. Ну, то есть, правильно я понимаю, что к вам могут обратиться как индивидуальные туристы, так и туроператоры? Все верно. То есть, наша задача сейчас помогать всем и вся, то есть, индивидуальные туристы обращаются, мы организуем тур, потому что, естественно, мы отработали эту схему для того, чтобы она была устойчивой. Туроператорам, если они захотят с нами работать, welcome, если они с нами не захотят работать, захотят работать напрямую, там, с каневодами местными, гидами и так далее, тоже welcome. То есть, мы передаем все данные, вы связываетесь, выстраиваетесь с ними взаимоотношения и так далее. Наша задача, так сказать, осуществлять вот эту вот connection. Что еще важно, вот, кстати, тоже для гидов, может быть, здесь, я смотрю, участников много, может быть, гиды слушают нас, значит, у нас есть отдельное предложение для гидов и отдельная WhatsApp-группа для гидов. То есть, о чем и речь. Когда группы собираются, во-первых, они разнонаправленные, разное количество людей, иногда бывают только девочки, допустим, да, вот, и, соответственно, мы подбираем под них соответствующих гидов, да, то есть, и у нас есть специальная группа для гидов, которые, допустим, в зимний период занимаются, там, водят туристов на лыжах, а в летний период им были, как получается, делать нечего, поэтому они идут в сопровождающий групп с иностранцами или с нашими гражданами в качестве турлигера, да, то есть, который там на месте решает вопрос с местными, там, отвечает за ряд вопросов. Поэтому гиды тоже обращайтесь, мы вас в общую базу данных включим, и все там предельно демократично, то есть, вот, есть какая-то группа, готовая выйти на такой-то период, мы выкладываем все условия, и там уже каждый из гидов пишет, я готов, я готов, я готов, там, стабильная фиксированная стоимость работы гидов, денег есть у нас, поэтому мы ее людям выплачиваем. Значит, кстати, вот не было вопросов по поводу стоимости, я думал, что это будет основной вопрос. Вот, значит, понятно, что она, эта стоимость дифференцируется между какими-то там А до Я, но в целом подходы такие, мы проводим туры, но здесь поблизости с Алма-Атой, рядом с Алма-Атой, в Тургине, например, из расчета от, условно, 45 тысяч тенге в день с человека, по принципу, все включено, да, то есть питание, проживание, ну, абсолютно все, вот, это получается такая среднеизвешенная рыночная цена на сегодняшний день всех наших туристических услуг, я имею в виду не наша ассоциация, а вообще всех, кто активные виды туризма продвигает, вот, допустим, хочешь на рыбалку поехать в Дельту или там тоже в районе 100 долларов с тебя попросят денег, там хочешь поехать в Велоту, тоже приблизительно такая стоимость, ну, то есть это вот такая минимальная стоимость, которую люди здесь на местном рынке готовы, платить. Если говорить о иностранцах, то, конечно, мы стараемся продавать эти туры существенно дороже, да, потому что платежеспособность спрос там выше, ну, и требования, предъявляемые к иностранцам выше, потому что там уже ГИД должен быть обязательно англоговорящий, и там вопросы, связанные с питанием, должны быть более внимательно изучены и так далее. Поэтому вот приблизительно вилка такая, условно, от 100 до 200 долларов в зависимости от потребности, ну, конечно, если люди заказывают черную икру, вертолет, это там уже другая совсем цена. Такое тоже, кстати, бывает. И, кстати, вот нам прилетали ротшильды, не знаю, могу об этом говорить или нет, но они прилетали в Казахстан сюда, вот, и мы проводили для них такой этно-тур, строили целый этно-аул, то есть там был целый сценарий, что они едут по горам и тут видят аул, в этом аул живут в Беркучи, ну, как будто бы, это в смысле знал только, естественно, организатор, а гости не знали, а это типа как сценарий был. То есть все это мы реализовывали, все это было возможно, поэтому любой сложности мы туру проводим, помогаем проводить и призываем всех включиться в это суперинтересное направление, которое имеет нашу такую казахстанскую, казахскую изюминку, да, то есть вот конный тур. Мы своих как-то вот чабанов немножко стесняемся, боимся для коневодов наших, да. А вот допустим, я в Аргентину ездил, да, в Гауччи, там вся страна живет под знаком Гауччи, да, то есть рестораны Гауччи, магазины Гауччи, мода а-ля Гауччи. Это по их, на их языке чабан, да, или пасту. Вот. И они сделали это таким, наоборот, элементом, который привлекает туристов со всего мира. А мы вот этого как-то сторонимся. Хотя наша, так сказать, культура кочевников, вот что должно привлекать сюда иностранство. Однозначно, да. А скажите еще такой момент, вот для туристов есть ли какие-то, не знаю, требования, то есть специальная подготовка, может быть, физическая, физическая подготовка, либо какие-то ограничения, может быть, по возрасту, или по состоянию здоровья, не знаю. Ну, наверное, это ограничения такие, которые человек сам для себя должен устанавливать, да. То есть я скажу так, что у нас были туристы весом и 120, и 130 килограмм. Вот. Это, конечно, не есть хорошо. То есть мы это не очень приветствуем, потому что это сверхнагрузка на лошадей. Вот. Но почему конный туризм, я считаю, имеет больший перспектив, допустим, чем даже пеший туризм действует? Потому что он доступен большему количеству людей. То есть фактически любой среднеизвешенный человек со среднеизвешенными, условно, своими медицинскими, физическими возможностями, совершенно спокойно справится, значит, с управлением лучшим. Кроме того, я скажу, что есть же еще такая вещь, как генетическая память. Хоть большинство горожан никогда на лошадях не ездили, но когда в седло садятся, вдруг оказываются они великолепные наездники. Вот. Поэтому, в принципе, это доступный вид туризма. Да. Мы говорим о том, что доступный. Конечно, если вы едва ходите, у вас там комплекс заболеваний, связанный с сердечно-сосудистой системой, еще чем-то, то, конечно, лучше вам туда и не надо. Вот. Ну, для человека, ведущего здорового образа жизни, это вполне обекватная нагрузка. Спасибо. Ну и перед тем, как мы перейдем к сообщениям в чате, которых, я смотрю, уже накопилось достаточно много, еще один момент, связанный с тем, что хотелось бы уточнить. Есть ли какая-то вариативность? Может быть, опять же, я упустила. То есть, например, вы на слайде представили пятидневный тур, но вот отдыхающий на Алла-Коле, он, например, может быть, пять дней всего на Алла-Коле находится. И, может быть, ему там интересно, была бы однодневная, например, или двухдневная, какая-то короткая достаточно программа. Ну, естественно, мы сейчас же тут, наша цель не показывать там все возможности, которые есть, и все продукты, которые разработаны. Их там, не знаю, несколько десятков, просто у нас на все на это время не хватит. Любые возможности, вплоть до того, что, если говорить о Алла-Коле, мы специально для того, чтобы подвоз осуществлять к этой гостевой хижине, которая у нас с видом на миллион долларов, то есть мы даже специально построили на базе ГАЗ-66 автобус повышенной проходимости, то есть для того, чтобы там очень сложная дорога, не любой джипс может подняться. Но мы специально даже специальную машину сделали для того, чтобы собирать группы там 10-12 человек и поднимать их туда наверх. То есть я думаю, что хип сезона будет такой, что собрали на этом автобусе повышенной проходимости группу, завезли в гостевую хижину, они там посмотрели и пробовали, на лошадках съездили к озерам к этим, нафотографировались, вернулись, переночевали и счастливые вернулись домой. Я думаю, что вот это будет самый хит, имейте в виду для казахстанских туристов, которые привязаны к Алла-Коле. Но я вам скажу так, что если бы не пандемия, я думаю, что это все очень активно тогда развивалось, потому что тогда вот тот импульс, который Кадак Туризм дал, ну точнее экспедиции, которую проводили, подведили Кадак Туризмом, она дала очень мощный импульс. Я вам скажу, что на 2020 год там почти под сотню у нас было реализованных туров. Я имею в виду под сотню человек, иностранцев, объединившись в группы, готовы были сюда переехать именно специально с целью комного туризма. И мы получаем такие запросы, они есть, этот интерес очень большой. Я вам скажу, только во Франции, в Ассоциации комного туризма, есть такая ассоциация, мы, кстати, ее аккредитованные члены, только во Франции 2 миллиона райдеров, то есть 2 миллиона человек, увлекающихся полным туризмом в одной Франции. Поэтому о нас никто не знает, но мы можем стать очень популярной, известной туристической страной именно для комного туризма, потому что у нас для этого есть все, от истории до ландшафта, абсолютно все. Нужно только желание и ежедневная работа, связанная с этим. Абсолютно, абсолютно верно. Спасибо, Кажем. Я вижу, что у нас в чате присутствует также руководитель Национального парка Жунгарский Алатау Марат Кабиев. Может быть, вы к нам подключитесь, что-то по теме дополните, либо поприветствуйте наших участников, расскажете немного о текущих делах парка, как там у нас стоят дела. Да, с удовольствием. Добрый день. Добрый, здравствуйте. Павел Мохаммедович, добрый день. Участникам тоже добрый день. Я рад вас видеть. Очень такое, знаете, очень большое подотворное дело у нас с вашей стороны. Комнаты мы, я уже, не знаю, лет пять продумывали. Но там, знаете, всегда мы натыкались на проблемы, которые мы… Ну, здесь, в этом туризме, да, в Комном, здесь просто системный подход надо. Там все практически важное. Даже от седел, даже от лошадей. То, что вы высказались, это все вы… Смотрю, очень прекрасная такая презентация. Это системный подход к этому. Спасибо. У нас тоже задумка есть в этом смысле. Где-то тоже своих лошадей привлечь в этом смысле. Вот сейчас вот был вопрос вот насчет берега применения, как его, жителей или туристов с берегов Аллакуля, с потелка Акши. Ну, представляете, да, это правильный подход к этому. То есть наш мегаполис практически, может сказать, берег Аллакуль скоро будет. Он уже есть сейчас. Наплыв людей идет, туристов идет. И у нас уже… На спарке мы уже проработали этот вариант. Уже, ну, лет… Года три практически мы там уже открываем свое представительство именно по информатизации. То есть мы там открыли представительство. Ну, раздаточные материалы, буклеты раздаем. Ну, рассказываем о себе, о своей деятельности. И именно только свои маршруты мы там показываем, понимаете, и информируем. Ну, вот вы сейчас высказали, скажем, Мухаммедович, например, вот мы можем вместе с вами, и там этот вопрос в дальнейшем отработать не конец. Конечно, конечно, мы только с вами вместе. Спасибо, благодарю вас. Да, значит, вот тут уже вопросы какие-то поступают. Спасибо вам, спасибо. Не за что, вам спасибо. Спасибо огромное, да. В чате, да, уже достаточно много вопросов. Я смотрю, Андрей тут немного пытается их в чате разбирать, но все-таки, думаю, стоит озвучить. Давайте. Начнем с концов. Вот гостевой дом Алан Саумал спрашивает, из вашего опыта какое соотношение казахстанцев и иностранцев, я так понимаю, среди туристов. Хороший вопрос. Я вам скажу так, что, конечно, получается, что нашу природу больше ценят иностранцы. И до пандемии, то есть когда был максимум по въездному туризму зафиксирован в Казахстане, на конные туры у нас больше было иностранцев, порядка, наверное, 70%. Естественно, когда пандемия началась, иностранцы остались только местные эксплуатации, они, конечно, тоже участвовали, но в эти годы казахстанцев стало больше, поскольку вакансии открылись, и некуда было ездить, закрыто все было. Но в целом пока что наши граждане выбирают пляжный отдых, где-то в Турции или в Египте, а собственные достопримечательности пока что оставляют на будущее. Ну, тем не менее, пандемия все-таки толчок к внутреннему туризму. Махиевский, махиевский толчок. Да, ладно, это факт. Так, Фариза просит добавить в чат гидов, но это, наверное, Андрей, кто фиксирует номер, да? Так, обращаться по поводу туров тоже, да? Можно к Андрею. Так, всем здравствуйте, скажем, спасибо большое. Также думал такое развивать. Можно получить презентацию или ссылку для скачивания? Да, коллеги, будет и презентация, будет и запись сегодняшней встречи. Разместим на ресурсах нашей Казахстанской туристской ассоциации, передадим коллегам в Табиват. Также для публикации, для распространения среди участников, тех, кто не смог сегодня подключиться, и для тех, кто запрашивает. Пожалуйста, я думаю, это будет либо сегодня ближе к вечеру, либо завтра, потому что конвертация, все это занимает время. Так, добавьте в чат гидов, много номеров. Хороший вопрос в Мангестал. По поводу Мангесталов, да. Ну, я обожаю этот регион, и, наверное, это самые богатые историческими достопримечательностями регион Казахстана, и не только историческими, конечно, природа потрясающая, и целое море. Вот, конечно, такой проект можно реализовать. К сожалению, там летний период сильно жарко, наверное, будет на лошадях путешествовать, но там есть верблюда, а это еще круче, на самом деле. И я вам скажу, что мы получаем огромное количество запросов, именно касающихся путешествий на верблюдах. Вот, и мы подумаем о том, чтобы этим заняться, но это не кони, да, то есть верблюдами нужно заниматься на системной основе, и не каждый с этим справится. А запрос такой есть. Поэтому я думаю, что в Мангестал, запустим, организовать такой вид туризма на верблюдах, это было бы вообще огонь. Следующий вопрос тут еще есть. Так, в Ильбурском районе. Если в Ильбурском районе вы подготовили лошадей и коньотов, возможно, у вас бортворительный вопрос. Тяжелый вопрос, потому что ежегодно наш подхоз, скажем, назовем он так, дает от 6 до 10 лошадей. Ну, я имею в виду под седло. И все эти лошади разъезжаются по нашим участкам, по нашим охотничьим хозяйствам, которые входят в нашу ассоциацию, и растянутся они уже сейчас, получается, на три области. То есть это восточная Казахстан, Жастосульская область, Алматинская область. И возить их за тысячу километров, допустим, откуда-то там, из Жунгарского латавра, условно говоря, я вижу, что это Валиев вопрос задает Федерация... Альпинизма. Альпинизма. Это Казбек Валиев задает вопрос. Да, далеко в Каркару возить в Каркару этих лошадей, то есть невыгодно, то есть с точки зрения вот именно вот этого плеча, это тяжело будет. Хотя, в принципе, конечно, мы думали об этом, и однажды мы возили, ну, собирали сюда лошадей для проведения как раз вот экспедиции, которая шла под эгидой Казахтуризма. Там мы собрали 18 лошадей, по-моему, если память не изменяет, ну, из наших разных участков для того, чтобы в одном месте с Тургене стартовать. Вот. Так, дальше. Пограничный режим. Никаких проблем у нас с пограничным режимом нет. То есть, вы знаете, сейчас заявка на получение пропуска как для иностранцев, так и для граждан Казахстана осуществляется онлайн. Кстати говоря, мы непосредственно приложили к этому руку. И в соответствии с действующим законодательством граждане Казахстана там уведомительным порядком попадают на эту территорию. Поэтому проблем нет. Ни с иностранцами, ни с казахстанцами. И, кстати, отдельное спасибо погранслужбе, которая, ну, как бы, понимает, что необходимо развивать устойчивый туризм и поддерживать нас. Так, можно ли организовать тур, используя своих лошадей и своих клиентов? Конечно, ради бога, пожалуйста. Пожалуйста, горы, они, как говорится, национальное достояние. Поэтому, пожалуйста, привозите своих лошадей, привозите своих клиентов. Это возможно. Но если говорить о том, чтобы попасть на территорию национального парка, тут, естественно, нужно будет согласовывать с национальным парком. Но проектная территория, она на самом деле всего лишь на 15% национальный парк, а 85% это землезапаса. Поэтому, пожалуйста, это возможно. Джумалиев контакт предстоит. Да, да. Сейчас Андрей напишет контакты наши, а уже написали, да? Так, дальше. Так, а вот от Лизы вопрос в отношении иностранцев. Каким образом привлекать иностранцев? Ну, во-первых, есть у нас паблики, которые мы в соответствии с обязательствами ведем. Я имею в виду Инстаграм, Фейсбук, Ютьюб. Помимо всего прочего, мы участвуем постоянно, на постоянной основе в международных выставках. В частности, две недели назад Андрей у нас вернулся из Берлина, где, значит, как раз показывал на выставке туристской этот продукт. Годный турист «Джунгарскому Алтау». Ну, естественно, есть еще другие туроператоры, которые имеют партнеров по всему миру. Они привлекают иностранных туристов. Поэтому, в принципе, это отлаженный механизм. Получается, наша участие на минимум двух выставках самостоятельно, за рубежом. Я имею в виду наших как ассоциаций. Ну и плюс дополнительно туроператоры, которые здесь, в Казахстане, работают. Открытие дата инфотура. Это ответили. Здорово. Так, так, так. Связь, связь, связь. Карпный тур. Очень красивый тур. Ажар. А, да. Ажар. Значит, по поводу пеших проб. Естественно, все есть. То есть, мы можем вас довезти на машине. Вы сами можете доехать. Вы сами можете доехать туда на машине, если у вас есть подходящая машина. Организуем вам гида, который будет вас пешком водить на вот эти озера. И утром будете ходить на наблюдение дикой природы, наблюдать за моралами, козерогами, все что угодно. Поэтому там, где лошадь пройдет, естественно, человек тоже совершенно спокойно пройдет. Вот, друзья, коллеги, еще вопросы есть? Добрый день. Мне не вопрос, у меня как объявление. Я бы хотел все, чтобы все выслушали, что мы здесь вопрос забыли о рекординационной нагрузке. То есть, у нас на Топкан разработан паспорт, открыт маршрут русский, и можно сказать, туда сезон, где-то месяца два-три, да? Максимально три месяца. И за эти три месяца только 1300 человек запускаем максимально. но это, конечно, не этот, он у нас разработан паспорт уже лет пять назад, можно этот посмотреть, но по презентации вы видели, что Аттопкан это наиболее, наиболее богат животным и растительным миром. Так что, там надо учитывать и фактор беспокойства. это моя прямая обязанность это соблюдать. Так что, с этим вопросом Кажи Махамдеевич мы, по-моему, отдельно посидим. Да, да. Да. Там вот, значит, мы же рассматривали тоже вопросы, связанные с рефекционной нагрузкой. Каждый маршрут, там, по-моему, 800 человек на год делали. Да. Мы еще больше снизили этот порог, потому что, ну, понятно, что дикую природу надо сохранять и способами для того, чтобы там проходного двора не было. Все, спасибо. Понимаю. Еще вопросы, пожалуйста. Спасибо. Важная информация. Просьба принять к сведению, да, туроператорам, гидам, кто планирует сотрудничество, учесть рекреационную нагрузку. Так, есть еще вопросы, просьба от Махаббат повторить некоторую информацию, но я предлагаю сделать следующим образом, чтобы не отнимать время у участников, так как вы пропустили начало, мы, как я уже говорила, вышлем вам запись, вы ее сможете посмотреть, и если останутся вопросы уже к Андрею или к Кожему, обратиться персонально, телефонное в чате указано, и уточнить, что будет, может быть, еще непонятно. Коллеги, пожалуйста, если кто-то еще что-то хочет уточнить, прокомментировать. сообщение вам свой номер для того, чтобы вы смогли мне позвонить после презентации, если какие-то вопросы будут, я вам расскажу. Пожалуйста, коллеги, еще, если вопросов нет, тогда предлагаю завершать. Да, большое спасибо за внимание, за то, что вы потратили свое время, надеюсь, было интересно. наша генеральная цель это развитие конного туризма по всему Казахстану, поэтому я вижу, что подключились представители национальных фактов по всей стране, это классно. Если будут вопросы, задавайте, потому что мы этот проект делаем только для того, чтобы развивать устойчивый туризм по всей стране. Всем спасибо. Спасибо, Кожем, спасибо, Андрей. Я желаю вам удачи, успехов в вашем проекте, пусть все сложится, пусть это действительно поможет нам развить туризм в Жангарском Алатау. Мы, как Казахстанская Туристическая Ассоциация, готовы посильно поддерживать, сотрудничать с вами, помогать информационной, может быть, в какой-то информационном поле по работе с привлечением туроператоров и так далее, всех заинтересованных стейкхолдеров, которые могут помочь в продвижении этого продукта. Спасибо всем участникам за то, что нашли время. Да, Равшан Шамилев. Здравствуйте. Я поздно остановилась. Да, пожалуйста, Андрей, повторите телефон. Пожалуйста. Да, да. Спасибо, просто я, в самом деле, очень занята была и поздно подключилась. Спасибо большое. я вообще работаю с гендералаталом, но работаю со стороны Лепса. Меня ребята знают уже. Мне просто хотелось бы, ребят, телефон взять, ну, как бы, объединить, как-то, посмотреть, какие у вас куры. Хорошо. Спасибо. Равшан, я написал вот сейчас в чате 500-0404, 701-500-0404, это мой номер. Пожалуйста, все желающие записывайте номер. Еще раз напишите, я поздно подключилась. Спасибо. Да, я влюблю. Ага, влюблю. Вижу, ага, все спасибо. Ага, увидели? Ну, классно. Спасибо большое всем. Очень рады, что развиваем туризм, особенно внутренний. Спасибо. До свидания, коллеги. Всего доброго, хорошего дня. До свидания. До свидания. До свидания.